Добрый день. Скьюб Экстрим – это немного усложненная версия обычного скьюба. Идея принадлежит Тони Фишеру, а компания Mefferts произвела эту головоломку. По сравнению с обычным скьюбом, здесь количество граней возросло с 6 до 30, а количество цветов увеличилось до 10. Название Экстрим происходит не от того, что эта головоломка экстремально сложная, от того, что на гранях отчетливо видна буква Х. Главное отличие от классической головоломки как раз вот в этих вырезах, которые затрагивают как углы, так и центры. Из-за этого каждый угол, ранее имевший три цвета, приобрел еще три и всего получилось шесть. Ранее одноцветные центральные элементы также получили дополнительные цвета и теперь за их ориентацией необходимо следить. Несмотря на устрашающую форму, скьюб Экстрим собирается так же, как обычный скьюб, но появляется дополнительный этап ориентации центров. Я настоятельно рекомендую переходить к сложным модификациям только после освоения классических головоломок. Если вы не умеете собирать обычный скьюб, то по ссылке в описании можно найти подробное обучающее видео. Здесь я лишь кратко напомню основные моменты. Этап обычного скьюба можно собирать любым другим способом, это не так важно, главное расставить все углы и центры по местам. Сейчас я подробно покажу, как собирается скьюб Экстрим, параллельно показывая все этапы на базовой модели для наглядности. Обычный скьюб в методе для начинающих мы начинаем собирать с белого центра, к нему надо поставить четыре белых угла. Располагаем белый центр снизу и ищем на верхней грани белые углы. К примеру, вот этот, в одно движение мы подводим к белому центру. Это будет наш первый угол, он бело-красно-зеленый, значит справа от него должен быть бело-зеленый угол, а слева бело-красный. Поищем какой-нибудь из них наверху. Видим вот здесь вот бело-красный угол, а здесь бело-зеленый. Ставим его справа. Если он неправильно повернут, то интуитивными движениями мы его разворачиваем. Для этого с этого места отводим таким движением назад. Здесь поворачиваем задний верхний уголок и возвращаем первоначальное движение обратно. Все хорошо. Если бы задний угол был собран, нам пришлось бы отменить еще вот такое движение. Если там уголка нет, то четвертое движение можно не делать. Этот уголок белый-зелено-оранжевый, значит здесь должен быть бело-оранжевый. Он как раз уже находится на своем месте. Опять же, его нужно развернуть. Отводим его сюда. Здесь поворачиваем и возвращаем. Развернулся. Ищем следующий уголок. Сразу его находим. Перемещаем на свое место. И опять его нужно развернуть. Отводим назад. Здесь задний верхний уголок разворачиваем и возвращаем первое движение. Если мы четвертое движение сейчас не сделаем, то уже собранный уголок здесь разрушится. Поэтому нужно отменить еще вот этот ход. Так мы делали в методе для начинающих. Делаем все то же самое на скьюбе экстрим. Видим белый центр. Поищем на противоположной грани уголки с белым цветом. Видим один такой. Отправляем его вниз. Смотрим. Все стоит хорошо. Белый цвет с белым совпадает. Но на скьюбе экстрим желательно еще, чтобы совпадали вот эти цвета. Бледно-фиолетовый с точно таким же. А с этой стороны голубой с голубым. Это не обязательный момент. Но если вы на это обратите внимание, то дальше собирать будет немного проще. К примеру, вы сделали все то же самое, но уголок белым цветом совпал, а вот этими боковыми не совпал. Не здесь, не здесь. В этом случае его лучше с этого места убрать и поставить на противоположное. Для этого мы поднимем его наверх и отсюда опустим вот сюда. Можно сразу его правильно ориентировать, но если вы боитесь запутаться в два движения, мы просто отправляем его на противоположную сторону. Здесь смотрим. Белый с белым совпадет. Этот голубенький с этим голубеньким и вот этот светло-фиолетовый. Вот с этим совпадут. Остается только его развернуть. Для этого мы также располагая белый центр снизу, отводим назад. Здесь разворачиваем задний верхний уголок и возвращаем первое движение. Уголок на месте, по цвету совпадает. После того, как вы первый уголок поставили правильно вместе с боковыми цветами, остальные достаточно проверять по вот этим крупным цветам. Маленькие будут уже в любом случае совпадать. Давайте поищем какой-нибудь бело-зеленый угол на верхней грани. Вот он как раз. Перемещаем его на нужную позицию, то есть справа от уже установленного угла. Его нужно развернуть. Для этого мы отводим назад, разворачиваем задний угол и возвращаем это движение. Вот этот уголок пока не собран, поэтому четвертый ход можно не делать. Смотрим. Зеленый с зеленым совпадают. И здесь вот розовый цвет и зелененький тоже совпадают. Переходим дальше. Здесь бело-красный угол, но здесь тоже должен быть бело-красный. Ищем его наверху. Он удобно расположился здесь. Повторяем процедуру. Отводим назад. Здесь разворачиваем. Возвращаем. Мы уже собрали три угла, поэтому при сборке четвертого нужно обязательно делать дополнительные движения. Находим оставшийся белый уголок на верхней грани. Помещаем его на свое место. Его нужно опять развернуть. Мы можем его развернуть из этого положения, либо из такого, сделав те же движения зеркально. Если мы будем отсюда разворачивать, то есть когда он находится в правом положении, то мы делаем так же. Отводим. Разворачиваем уголок. Возвращаем это движение. Развернулся не до конца, но мы все же доделаем четвертый ход, чтобы вот этот не разрушался. И придется повторить процедуру. Отводим. Поворачиваем. Возвращаем. И четвертый ход. Все четыре уголка стоят на местах. Проверяем. Вот эти боковые цвета тоже совпадают. Первый слой собран. После сборки белого слоя мы должны правильно ориентировать желтые углы. Наличие здесь желтого центра нам пока не важно. Здесь возможно две ситуации. Первая называется глаза. На вот этой грани, которая противоположна белой, нет ни одного желтого уголка. Но зато здесь два и здесь два. Похоже на ОЛЛ из кубика 3х3 под названием вертолет или глаза-уши. Для того чтобы правильно ориентировать углы в этой ситуации мы делаем один пив-паф. Для этого мы глаза направляем вправо и выполняем алгоритм. Напомню как делается пив-паф на скьюбе. Я буду показывать это по методу для начинающих. Если вы владеете продвинутым исполнением, то можете использовать его. Глаза справа. Делаем пив-паф. Вращаем. Передний правый верхний угол против часовой стрелки. Передний верхний левый угол по часовой стрелке. И теперь два движения в обратную сторону. Правый угол по часовой, левый угол против часовой. Видим все углы правильно ориентировались. Вторая ситуация это восьмерка. Два угла на верхней грани ориентированы правильно, а два нет. Также похоже на олл из кубика 3 на 3 под названием восьмерка. Для решения нужно выполнить уже два пив-пафа. Располагаем скьюб так, чтобы слева был правильно ориентированный элемент, а справа неправильный. Я желтым цветом был обращен к нам. После чего выполняем пив-паф и получаем предыдущую ситуацию под названием глаза. Перехватываем скьюб и выполняем еще один пив-паф. Здесь вот два угла и два угла. Это глаза. Делаем еще один пив-паф. Углы правильно ориентированы. На скьюбе экстрим верхние углы ориентируются точно так же. Видим здесь глаза. Белый цвет собран. Глаза располагаем справа и выполняем пив-паф. Желтые углы правильно ориентированы. Восьмерка выглядит вот так. Располагаем слева правильно ориентированный уголок. Справа неправильный, но желтый цвет обращен к нам. Выполняем один пив-паф. Делаем перехват. У нас здесь уже глаза. И выполняем еще один пив-паф. Углы ориентированы. Весь скьюб после первого слоя по методу для начинающих собираются одними пив-пафами. Поэтому какой-то необходимости в алгоритмах здесь нет. Важно из какого положения и в каком количестве делать пив-пафы. Для того, чтобы до конца собрать желтую грань, мы должны расположить белый цвет снизу и на боковых гранях найти желтый центр. Нашелся здесь. Располагаем его сзади. После этого мы делаем пив-паф. Разворачиваем кубик на 180 градусов. Для этого дважды перехватываем. Раз. Два. Белый цвет по-прежнему снизу. Делаем еще один пив-паф. Желтый центр появляется сверху. Комбинация называется юперм, но можно и не запоминать. То же самое делаем на скьюбе экстрим. Белый цвет снизу. Ищем на боковой грани желтый центр. Вот он. Располагаем его сзади. Делаем пив-паф. Разворачиваем скьюб на 180 градусов. Раз. Два. И делаем еще один пив-паф. Желтая грань собрана. Дополнительные цвета центра могут как совпадать с углами, так и нет. Пока это не важно. Чтобы собрать остальные центры, мы располагаем желтый и белый по краям. И ищем на оставшихся гранях центр, который стоит на своем месте. Это оранжевый. Его располагаем снизу. После этого мы проверяем, что центр, который находится перед нами, должен перейти на противоположную грань. Центр зеленый. И он перейдет сюда, к зеленым углам. В обычном скьюбе мы следили за противоположностью вот этих цветов. Если цвета с противоположных граней у центра и углов, то значит положение верное. Если же красный и зеленый, к примеру, с соседних граней, то положение скьюба неправильное и нужно сделать перехват на 180 градусов. И уже из этого положения выполнять тот же самый юперм. А именно пиф-паф, перехват и еще пиф-паф. Проверяем. Зеленый, синий. Цвета противоположные. На шип-модах удобнее смотреть не по противоположности цветов, а потому, чтобы верхний центр переходил на передний. Сверху у нас синий и здесь синие уголки. Если верхний центр перейдет сюда, то эта грань соберется. А это нас устраивает. Делаем пиф-паф, перехват и еще пиф-паф. Один пиф-паф. Двойной перехват. Второй пиф-паф. Скьюб собран. В случае, если после сборки белой и желтой грани мы не находим центра, который стоит на своем месте, то из любого положения мы делаем тот же алгоритм. Пиф-паф. Двойной перехват. И еще пиф-паф. Теперь центр, который стоит, правильно находится. Его располагаем снизу и делаем то же самое. Проверяем, что если верхний центр переместится сюда, будет хорошо, так как верхний центр зеленый, а углы зеленые. Если было бы, к примеру, так, зеленый центр переместился бы к синим углам, то надо было бы перехватить. Зеленый перейдет к зеленым углам. Делаем пиф-паф. Перехват. И еще пиф-паф. И обычный скьюб на этом собирается. То же самое делаем и на скьюбе экстрим. Белая сторона собрана. И желтая. Ищем центр, который стоит на своем месте. Но такого нет. Значит, из произвольного положения делаем тот же самый алгоритм. Пиф-паф. Перехват. И еще пиф-паф. Смотрим. Центр фиолетовый. Кстати, такого цвета нет на обычном скьюбе. Этот центр встал к своим углам. Теперь располагаем эту сторону снизу. Проверяем, чтобы верхний центр, переходя на переднюю грань, совпадал по цветам. Синий с зелеными не совпадает. Перехватываем на 180 градусов. И проверяем еще раз. Синий с синими совпадает. Выполняем тот же самый алгоритм. Пиф-паф. Перехват на 180. И еще пиф-паф. На этом обычный скьюбе собрался бы. Но скьюбе экстриме может как собраться, так и нет. Первое, что бросается в глаза, это то, что вот эти маленькие наклейки, вот с этими большими, не совпадают. Они должны быть одинаковые. Здесь совпадают. Здесь нет. Получается, что красный центр ориентирован неправильно. Если неправильно ориентирован один, то как минимум должен быть еще и второй. Давайте поищем. Зеленый центр. Здесь все совпадает. Достаточно проверить где-нибудь с одним углом. С остальными тоже будет совпадать. Смотрим дальше. Белый центр мы изначально собирали правильно. Иначе он будет совпадать. Фиолетовый совпадает. Желтый совпадает. С красного мы начинали. Синий не совпадает. У нас получается, что два центра неправильно ориентированы. Если вы собирали с Cube Extreme так, как показал я, то есть располагая белые углы по цветам с белым центром, чтобы вот эти вот цвета совпадали, то у вас возможны только ситуации, когда неправильно ориентированы либо два центра, либо четыре. Если же вы пренебрегали соответственно вот этих цветов, то неправильно ориентированных центров может быть шесть. И сейчас я покажу, как решается каждый случай. Самый простой случай, это когда два неправильно ориентированных центра находятся напротив. Красный не совпадает по цветам с углами. И фиолетовый тоже не совпадает. Остальные центры, синие, желтые и другие, все правильно ориентированы. В этом случае нам нужно расположить один неправильно ориентированный центр спереди, и второй окажется сзади. Делаем два пиф-пафа. Один. Второй. После чего разворачиваем скьюб на 180 градусов, делаем еще два пиф-пафа. Один. Второй. Получаем фиолетовый правильно ориентирован, красный правильно. Ну, все остальные не разрушились. Посмотрим, что делает этот алгоритм на обычном скьюбе. Один пиф-паф. Второй пиф-паф. И мы видим, что у нас только развернулись углы. Но на самом деле еще два вот этих и два вот этих центра развернулись на 180 градусов. После этого мы делаем перехват и выполняем еще два пиф-пафа. Углы возвращаются в исходное состояние. И опять верхний и передний, левый и правый центры разворачиваются на 180. Но получается, что левый и правый дважды развернулись. То же самое с верхним. А задний и передний развернулись только по одному разу. Поэтому по итогу всей процедуры, передний и задний центры развернулись на 180 градусов, а остальные элементы вернулись в исходное положение. Другая ситуация с двумя неправильными центрами. В предыдущем случае мы разворачивали противоположные центры. Сейчас я покажу, как поступать, если центры находятся на смежных гранях. Алгоритм, который мы использовали, разворачивает передний и задний центры. Нам нужно развернуть синий и желтый. Мы просто делаем один дополнительный ход, такой, чтобы верхний центр оказался сзади. Для этого мы просто поворачиваем правый верхний задний угол. Помещаем желтый центр назад. Теперь синий спереди, желтый сзади. И мы делаем тот же самый алгоритм. Два пиф-пафа. Один. Второй. Перехват на 180 градусов. И еще два пиф-пафа. Один. Второй. Все должно было бы собраться, но мы делали дополнительный ход, который сейчас нужно отменить. Это делается интуитивно. Если мы вращали правый задний верхний угол, то отменять будем передним левым верхним углом. Вот так. Или можно просто посмотреть по цветам, в какую сторону, какой угол повернуть. Все собрано. Других ситуаций с двумя неправильными центрами не существует. Всегда они либо напротив, либо на смежных гранях. Если центры неправильные напротив, мы располагаем их перед собой и сзади. Если на смежных, один будет перед нами, другой на верхней грани, и мы делаем установочный ход, который перемещает его назад. После чего делаем стандартный алгоритм и отменяем этот ход. Есть также две ситуации, при которых неправильно ориентированы четыре центра. Рассмотрим более простую из них. Неправильный красный, желтый, синий и зеленый. Белый центр изначально ориентирован правильно. Ну и здесь еще совпало, что фиолетовый тоже правильный. Располагаем неправильно ориентированные центры слева, справа, спереди и сверху. Правильный центр получается снизу и сзади. Из такого положения мы просто выполняем шесть пиф-пафов. И никаких перехватов. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. И все центры теперь правильно ориентированы. Можно было также развернуть при помощи двух пиф-пафов перехвата и еще двух пиф-пафов за два приема и эти четыре центра. К примеру, сначала развернуть два противоположных, останутся два смежных и один из них отправить назад и выполнить алгоритм еще раз. Но шесть пиф-пафов сделать проще и понятнее. Вторая ситуация с четырьмя неправильно ориентированными центрами вот такая. Белый снизу и у нас изначально правильный, а второй правильный будет напротив. В предыдущей ситуации, которая решалась с чистыми шестью пиф-пафами, правильные центры находились на смежных гранях. Нижняя и задняя. Здесь же у нас верхняя и нижняя. Получается, что у нас две пары противоположных центров неправильно ориентированы. Левый, правый. Передний, задний. Но как ориентировать противоположные центры нам уже известно. Мы можем выполнить первую комбинацию для переднего и заднего, после чего перехватить с кьюб и выполнить для этих двух центров. Можно так. Но можно расположить правильный центр второй сверху, белый при этом правильно ориентированный снизу. После чего желтый центр отправить знакомым движением назад, на заднюю грань. И также сделать шесть пиф-пафов, которые нам развернут передний, верхний, правый и левый центры. Выполняем шесть пиф-пафов. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. И остается отменить первый ход, которым мы перемещали желтый центр назад. Все. С кьюб экстрим собран. В резких случаях, если вы пренебрегли ориентации белого центра и ставили белые уголки, не соблюдая вот эти цвета, вы можете получить ситуацию, где нужно развернуть все шесть центров. Понятно, что эта проблема решается комбинация предыдущих случаев. Можно либо трижды развернуть противоположные центры, и с кьюб экстрим соберется, либо сделать шесть пиф-пафов и развернуть два оставшихся центра. Второй способ на два пиф-пафа короче, поэтому я буду использовать его. Из произвольного положения выполняем шесть пиф-пафов. Видим, что два вот этих, левый и правый, развернулись. Остается два центра смежных. Располагаем неправильный центр перед собой, второй сверху, и вот этот верхний отправляем назад. После чего делаем два пиф-пафа. Один. Второй. Перехват на 180 градусов. И еще два. Два пиф-пафа. И отменяем дополнительный ход. Все. С кьюб экстрим собран. Пример сборки для закрепления. Белый центр. Ищем белый уголок. Располагаем их рядом. Смотрим. Белый цвет не совпадает. Разворачиваем. Проверяем. Цвета совпали. Здесь бело-зеленый угол. Значит, сюда нужен тоже бело-зеленый. Ищем такой. Вот кто-то похожий. Его нужно опять развернуть. Отводим назад. Здесь разворачиваем. Возвращаем. Нужно развернуть еще раз. Так. На месте. Если вы умеете собирать белые углы быстрее, то можете собирать их любым способом. Я показываю самым простым методом. Здесь бело-красный. Значит, сюда нужен бело-красный. Ищем. Вот он. Сразу становится правильно. Ну и четвертый угол стоит на своем месте. Но он ожидается в развороте. Так как он последний, нам необходимо восстановить нарушенный этот белый уголок. Так. Проверяем. Все четыре на месте. Переходим к желтым углам. Здесь мы видим ни одного правильно ориентированного уголка. Значит, это глаза. Располагаем правильным образом. То есть глаза справа. И выполняем пиф-паф. Опять же, если вы владеете хотя бы средней старой, вы можете использовать более продвинутые алгоритмы. Находим желтый центр. Вот он. Располагаем сзади. Делаем пиф-паф. Перехват. И еще один пиф-паф. Пиф-паф. Располагаем белый-желтый по бокам. Ищем центр, который стоит на своем месте. Такого нет. Выполняем из любого положения тот же алгоритм. Пиф-паф. Перехват. Пиф-паф. Находим правильно расположенный центр. Опускаем его вниз. Фиолетовый. Если перейдет сюда, он станет рядом с фиолетовыми углами. И это хорошо. Иначе из этого положения не будем выполнять тот же алгоритм. Пиф-паф. Перехват. Пиф-паф. Теперь проверяем ориентацию центров. Белый мы изначально ставили правильно. Фиолетовый центр неправильно ориентирован. Вот эти цвета не совпадают. Зеленый. Тоже неправильно. Красный неправильно. Синий правильно. То есть белый и синий правильно ориентированные. А значит желтый будет неправильно. Так как неправильных центров может быть либо два, либо четыре. При условии, что белый изначально мы собирали правильно. А так возможно и шесть неправильно ориентированных центров. Получаем стандартную ситуацию, где нужно выполнить шесть пиф-пафов. И у нас развернутся передний, верхний, левый и правый. Выполняем шесть пиф-пафов. Один. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Проверяем. Все правильно ориентировано. Показанных в этом видео алгоритмов достаточно для того, чтобы собрать практически любой шейп-мод скьюба. У некоторых модификаций есть свои нюансы, поэтому по ним будут созданы отдельные обучающие видео. На самом деле скьюб экстрима это одна из наиболее простых модификаций обычного скьюба. Тренируйтесь и все у вас получится. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.